Юрий, у меня к тебе вот такой вопрос. Я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать некоторые моменты о том, как в армянском обществе обвиняют оппозицию или активистов, людей, которые борются за демократию, за свободу слова, за правое государство в Армении. То есть в Азербайджане поразительно государственные средства массовой информации, которые или государственные, или они называются частные, но работают, конечно, на правительство, они очень часто обвиняют демократов, борцов за свободу в том, что они армянские шпионы, что они работают на Армению или они работают на ЦРУ, обвиняют во всех смертных грехах. То есть используют образ врага Армения и армянин против тех людей, которые хотят создать демократическое правое государство в Азербайджане. Можешь ты сказать, в Армении есть такой же феномен или там у вас по-другому? Нет, если проанализировать информационный поток, который идет, то образ врага, вот враг государства Армении, это такой вот проазербайджанский, протурецкий свидетель иеговы, гей, работающий на американские деньги. Все во вну. Да, вот какой-то такой образ, если проанализировать, в чем вот обвиняют. Насчет оппозиции и в политике, как-то уже укоренилось, что шаг влево, шаг вправо в вопросах примирения с Азербайджаном, в вопросах каких-то уступок, это считается, что ты предатель Родины и враг народа. То есть очень легко на это клюют, ну это не то, что клюют, нельзя сказать, что СМИ прямо вот так сами размышляют и думают, но это сразу же идет поток этой информации. Даже если вспомним отставку первого президента Леонарда Петросяна и его статья «Война и мир», где он размышляет просто на тему того, что и выступление 89-го года недавно появилось, он говорит о том, что мы не имеем права иметь плохих отношений с соседями. То есть это ведет просто к потере суверенитета. И вот Карабахо-центристское мышление, это приводит просто к катастрофе, когда ты все свяжешь вокруг этого. Сейчас все завязано на этом. То есть даже если политик или кто-то публичный деятель имеет альтернативную точку зрения на решение вопроса, на подходы к решению, то высказать это, высказать это, ну просто заклюют просто ужасно. Как ты думаешь, это связано с отсутствием именно вот свободного телевидения? То есть если было бы свободное телевидение, как-то разные мнения появились бы? То есть в обществе мог бы начаться какое-то серьезное обсуждение альтернативных вариантов решения проблемы? Или ты думаешь, что на это никак не влияет? Нет, это естественно возможно. Это обсуждение, ну свобода слова, свобода СМИ, свобода выражения, это вообще основополагающая вещь. Потому что какие-то процессы, которые происходят в обществе, мы просто на сегодняшний день не можем знать. Мы просто не знаем. Постоянно все говорят от имени общества, говорят, что люди вот думают вот так, люди не готовы к компромиссам, люди, но на самом деле мы об этом не знаем. Мы знаем о том, что внушают общество через телевидение, которое тотально просто находится под контролем, потому что это единственное средство массовой информации. И туда просто лапу положили и здесь не обсуждается. Даже в выпуске новостей, в выпуске новостей, конкурировать могут друг с другом. Сериалы можете конкурировать, какие-то шоу, и вся другая вульгарщина. Но новости — это прерогативы администрации президента. Там просто тексты могут какие-то посылать. Там просто начинается с неинтересного. Это все официальные визиты. Посол пришел, там, здравствуйте, до свидания. Вот это все идет. Я хочу задать. Значит, что насчет конфликта? Значит, нету дискуссии на тему того, что мы уже забыли, зачем нужен мир. Люди, как ни странно, забыли, что такой ужас война, по-моему, начинают забывать. Судя, не люди, а вот СМИ, вещатели, да, те, кто, когда человеку даешь микрофон, он на самом деле изменяется. И то, о чем начинает он говорить, превращается в министра иностранных дел. Кажется, что это не мы пережили эти ужасные годы. Кажется, что мы опять восхищаемся войной. И мир, смысл мира, он потерялся, нету связи, как повлияет мирное решение Карабахского конфликта на меня. Стану я лучше жить или не стану? Вот делается все, чтобы прямой связи между этими двумя событиями не было. Люди не знают, зачем нужен мир. Это самый главный вопрос. Почему? А мы действительно ненавидим. А мы всегда ненавидели. И это естественно. А может вообще честнее уничтожать друг друга. Просто брать и стрелять. Люди не знают, зачем нужен мир. И выхода на... Даже если появятся люди, даже если есть сельские жители, которые имеют альтернативное мнение. Ну просто это мнение не попадет на массового зрителя. Я хочу задать тебе такой немного более личный вопрос. Плюс в твоей жизни какую роль сыграл национализм. Расскажи немножко о себе. Как ты... Потому что есть такая мысль, что национализм это такая болезнь. Особенно в нашем регионе. Конечно, не все через нее проходят и заканчивают. Большинство остается в этой болезни. Большинство не считает вообще национализм болезнью. Но вот мне интересно именно, как у тебя проходил национализм. И в какой момент ты начал ощущать, что все-таки то, что проповедуется большинством обществе или государством, что что-то здесь не то. То есть как прошел вот у тебя процесс освобождения от национализма? Где здесь он вообще был? Ну, национализм, ну, что такое, по-моему, какое-то религиозное чувство инфантильное. Ну, в детстве, да, вот этот... Дети, я не знаю, вот у меня тоже была вот эта религиозность какая-то и национализм в этой... Но это, само собой, по-моему, быстро, да, вот проходит или не проходит. Большинство не проходит. Да, потом я учился на журналистике и параллельно начинал делать какие-то, значит, движения, что-то писать. И как-то от обратного, может быть, я пошел. То есть мне хотелось быть острым, мне хотелось быть критичным, мне хотелось видеть эти проблемы. И я пару раз сталкивался с тем, например, меня впечатлила история моего одноклассника, который вернулся из армии. И все эти ужасы он рассказывал. Я хотел, я сразу об этом хотел написать, поговорил с редактором. Он сказал, ты служил в армии? Я сказал, нет. Он говорит, тогда об армии пока не пишешь. Но критичным хотелось быть. И было огромное поле деятельности. Можно было бы быть, можно было бы точить перо, острое перо. И всю свою критику, все свое вот это желание вылить на, например, азербайджанцев. Я не знаю, это национализм или не национализм. Но это было очень такое, ты пишешь очень острую статью, очень критичную. Ты разоблачаешь все на свете. Но про что-то, что по ту сторону границы. Вот я был в такой журналистике, к счастью, я практиковался. И к счастью, в основном в «Информашке». И я вот что-то такое делал. И как вот, какой момент или что происходило, что ты начинал чувствовать, что все-таки... Ну я потом пошел. Ну я не был журналистом, на самом деле, в тот момент. И я не знал, что такое, я не задавал себя вопросом. Я вот не ощущал. Потом я пошел в армию. Потом, наверное, вот в армии я решил, что я хочу быть журналистом. И когда я решил, что я хочу быть журналистом, я опять пошел и опять начал учиться. Но уже как бы с другим осознанием. И был один момент в общении с ребятами умными. Есть очень много народа из исторических факультетов, международники, очень умные ребята. Они все на сети знают, историю, с кем относиться. И в какой-то момент, когда меня начинали учить, как кого любить и как ненавидеть, они... И журналистика такое поле, это как секс, как футбол, как политика. Все тут специалисты. И в журналистике тоже. И все постоянно, все у нас политологи, эксперты. И все советуют журналистам, как работать. И мне всегда учили, как относиться, например, к азербайджанцам, к туркам, как интерпретировать историю. И меня всегда это раздражало, потому что, ну, как бы я сам родился в Азербайджане. Они... у меня родные там родились. Сколько лет ты жил в Азербайджане? Жил шесть лет, да, в школу тоже не успел пойти, но братья жили дольше. И вот это меня все раздражало, потому что, ну, я не знал, почему они так уверены в этом. Почему вы уверены, почему вы не учите кого-то любить, кого-то ненавидеть. Как-то вот они вторглись, вот этот националист вторгся в какое-то пространство, где мне уже было очень дискомфортно. И я решил, что давайте сам я приду. И я не пришел к тому, что надо любить соседей, надо любить там азербайджанцев, грузин, турок. И я сейчас к этому тоже, я никогда не пропагандирую. И на самом деле, да кто кого любит? Мы в своем обществе другу ненавидим. С какой стати я должен кого-то любить? И все эти разговоры, и вообще быть журналистом, и быть националистом, или каким-то там вот истом, это несовместимо. И я хотел быть хорошим журналистом. И как-то вот уже начал приходить к каким-то вот другим примерам журналистики, к другому отношению. Ну а быть хорошим журналистом и писать о регионе, я вдруг понял, что если я буду армянским журналистом, который будет вот в этой оболочке, это просто какое-то ограниченное пространство. Мне не хватало информации, нормальной информации, не ту информацию, которую вещают там подконтрольные, значит, администрации президента. Я знал, что там не так, как это представляется. И я просто понял, что я неполноценный, я хочу писать о регионе, хочу писать о конфликте, а у меня нет информации. И мне просто нужна была напрямую информация. И надо было разбивать какие-то барьеры, надо было создавать доверительные отношения, надо было переходить на уже и человеческий, и профессиональный уровень. И это, я сталкивался с тем, что, ну, здравствуй, ты армянин. Надо было ломать этот момент, что это ничего не значит, мы можем кого-то доверять, мы можем проверять информацию, можем делиться информацией, сотрудничать. Вот, и как-то так постепенно, постепенно, постепенно пришли к какому-то пониманию. Но я опять же говорю, пропагандировать любовь или вот что-то такое, я не собираюсь, я могу говорить только лишь об обеспечении безопасности. Я, вот, мне очень интересно, да, я думаю, что вот в Азербайджане пропагандируется, я тоже думаю, мы не можем с уверенностью сказать, знаешь, сколько людей ненавидят армян, или какие у них чувства, потому что это пропаганда, да, вот, она доходит до такой истерии, что уже ты не можешь различить между своими чувствами и между тем, какие чувства хочет навязать на тебя вот правительство и все эти ресурсы, которые они используют. Но вот мне вот интересно, да, люди, которые были в Армении, в Азербайджане, то есть азербайджанцы, которые общались с армянами, они высказывают такую мысль, что армяне и азербайджанцы на самом деле очень похожи. Я думаю, большинство армян и азербайджанцы этого не осознают, потому что нету контакта, нет общения, пропаганда очень большая, и давай забудем вот на какое-то время вообще конфликт, то есть бытовой жизни, да, в отношении к религии, в отношении к женщинам, в отношении к государству, в отношении государства, правительства, власти имущих к своим гражданам. У нас есть такой писатель Сеймурбайджан, он однажды даже сказал, что армяне это мусульманские азербайджанцы, а азербайджанцы это христианские армяне, или наоборот. Да, это христиане-азербайджанцы, армяне это христиане-азербайджанцы, христианские азербайджанцы. Да, по большому счету, суть заключалась в том, что, понимаешь, идет война за долму, то есть третья мировая война, она за долму, что кто придумал долму, потом... Я свою долму отдаю, я признаю, вот это азербайджанская, то есть будет нормально, долму вам. Я думаю, что очень многие наши зрители, они обрадуются, это будет очень большая победа, наверное. Нет, но вот мне интересно, как ты думаешь насчет, что в твоем мнении похоже, потому что ты общался, наверное, со многими азербайджанцами, я знаю, сравнивали, правильно, в Азербайджане в детстве был, что вот похоже, да, вот в отношении, во многих вопросах, то есть и что самое похожее, по-твоему, вот в армянском и азербайджанском обществах? Между двумя этими народами, такое общее... Это не очень легко сказать, потому что вот сказать, что ну просто на сто похоже, это то же самое, что сказать, ну совсем не похоже. Разные, жители столицы другие, жители приграничных сел другие, это не обязательно быть армянным и азербайджанцем, чтобы быть непохожими или быть похожими, да. Дело в том, что очень долгое время политика, вот уже после независимости Армении и оправдания этой политики строилась на том, что, вы знаете, у нас плохо, конечно, но в Азербайджане еще хуже. Как у нас, у нас, то есть каждый день по телевидению показывают, как Армения уже вот-вот-вот, она в упадке, уже вот-вот последняя Армения уезжает из Армении. Или даже среди наших, среди журналистов, ну и есть, конечно, то есть когда начинает народ бузить, когда начинает что-то, сразу же всплывает, значит, этот враг, который, а ну перестаньте, да вы что, вы забыли? Вы забыли? То есть тебе это может сказать и полицейский, и продажный судья, и какой-то изверг просто, не знаю, там, следователь. Можно сказать, вы зачем критикуете власть, вы зачем критикуете это положение вещей в Армении? Азербайджанцы это все читают. Ты как бы даешь повод азербайджанцам присоединиться к этой критике. Вот есть такой момент. Точно так же, как и у нас, наоборот. Да, но есть еще такой момент. Я всегда спрашиваю, о чем писать, пожалуйста? Он говорит, как о чем? Ты посмотри на Турцию, это уже страна уже на ладан дышит. Ты посмотри на азербайджанский строй, посмотри, что там делает Ильга Малиев. И тут возникает вопрос, а что будет стоить мой материал, моя критика Ильга Малиева? Грош цена критики Ильга Малиева из Армении. Я человек, который служил в армянской армии, должен критиковать азербайджанскую армию. Вот это, опять я немного отвлекся. Вот это армяне, например, говорят тебе, когда ты говоришь о проблемах в армянской армии, когда ты говоришь о том, что нет судов, что низкие зарплаты, то есть те говорят, что зачем ты об этом говоришь, у нас враг. У нас враг, он может воспользоваться этим, он это использует в своей пропаганде против тебя. А если ты вышел на улицу, ты бузишь, они вообще говорят, что вы что делаете? Вы хотите государство разрушить? Сейчас воспользуются азербайджанцы и нападут на тебя. А большинство армян знает, что азербайджанцы, то есть азербайджанское правительство, то же самое делает с точностью, да наоборот, делает в Азербайджане. Та же самая пропаганда, те же самые ответы. Да, но это не складывается в одну такую большую общую картину. Но они это знают, что вот в Азербайджане то же самое? Нет, есть какой-то момент, когда мы все становимся, то есть какая цель, когда говорят у нас общий враг, чтобы несмотря ни на что, ты олигарх, а я бедняк, я там просто в твоем магазине как раб батрак работаю, и вдруг я и ты, оказывается, у нас общие интересы, общий враг. Никаких общих интересов у меня и с судьей первой или какой-то инстанции быть не может. Общие интересы есть, например, у президента Армении, президента Азербайджана. Эти люди встречаются и за закрытыми дверями разговаривают по 4, 5, 6 часов. Это насколько много им есть о чем поговорить, насколько у них есть общие интересы, но они потом возвращаются. Конечно, они не говорят, о чем они там общались. Они говорят, что чуть что мы так им долбанем, да нет, мы им вот так ответим. Кстати, нам с тобой нельзя общаться. Саркисян Алиев считает, что они могут встретиться, они могут поговорить, о чем хотят. Никто об этом не узнает, о чем они говорили, а ты и я мы не можем. И такие, как мы, мы не можем сейчас говорить. А общий враг делает нас братьями. Хотя все могут услышать, о чем мы говорим. О том, о чем говорят они, мы не слышим. Да, в общем, и здесь вот этот замкнутый крык. По-моему, общий враг, ну, это хорошее политическое и, по-моему, уже допотопное, значит, допотопный инструмент, который вечно используется. У нас есть общий враг. А на самом деле, например, люди, которые живут у границ, у них-то больше общих интересов, чем, например, у меня и у президента Армении. Ну, таких, да, личных. Ну, они просто никогда не смогут решить эти вопросы напрямую. Ну, даже наши президенты, они не встречаются, живут по соседству, а встречаются в Сочи. Вот это даже среди журналистов, вот, если, да, есть такая дискуссия, ну, все-таки посмотрите, как там мочат журналистов, как там сажают блогеров, что происходит в Азербайджане. Есть какое-то чувство вот такой тайной радости или откровенности? У нас не так, да, у нас плохо, но у нас не так. Здесь есть подмена. У нас проблемы, но не такие. Естественно, разница есть. Разная структура экономики. У вас олигархи богаче наших олигархов, у вас и президент богаче нашего президента. И ворует больше. Да, то есть и денег больше, ну, и пресса больше, давят на людей больше, но это приводит и к обратному. Но и журналисты крутые, по-моему, даже там покруче, да, если посмотреть, какие расследования делают, если посмотреть, в каких условиях работают, да, какие угрозы, с одной стороны. И это, то есть, разница именно вот в этих моментах. Ну, если считать, ну, например, у нас в полиции пытают и там могут три ногтя вырвать плоскогубцами, а в Азербайджане восемь ногтей вырывают. Ну, если в этом заключается разница, то давай можем радоваться тому, что, да, возрабождение очень жестокие и полицейские, они вот пытают на пять ногтей больше. Ну, вот если радоваться, по-моему, нечем здесь. Люди, например, говорят, что это из Армении отток населения, там, я не знаю, миллион человек уехало из Армении, начиная с 90-х годов, а у нас уехало всего 500 тысяч, например, да, если... И мы радуемся, что вот там выезжают, хотя забываем, что очень много людей покидает Азербайджан тоже, да. Нет, в этих вопросах, я опять же говорю, люди как бы с разными целями, с разными политическими подходами, разные журналисты, которые имеют конфликт, которые могут просто вот постоянно в антагонизме жить внутри Армении. В каких-то вопросах все-таки этот общественный, не общественный, а вот профессиональный какой-то консенсус есть, что ну да, ну действительно, но... Это и от незнания идет, конечно, никакой информации нету. Та вот русскоязычная билиберда, в основном, которая идет из Азербайджана и из Армении, они вот эти бесконечные сайты, которые пишут друг для друга, да, обзываются. У нас есть целый пласт азербайджановедов, которые читают эти сайты и считают себя специалистами по Азербайджану, например. Как можно в Армении сейчас быть азербайджановедом, когда у тебя просто даже элементарной возможности нет поехать просто там и ознакомиться, потрогать, пощупать, да, что это такое. Какое-то религиозное чувство. Телепаты, может быть. Вот единственное, что мы делаем, мы пытаемся просто понять и еще что-то. Явно чувствуем, что что-то там еще происходит. Явно, что не все вот вокруг администрации президента крутится, не все вокруг этого. Люди еще чем-то живут, да. И пытаемся как-то очеловечить эти вещи, потому что сейчас все, все цифры, все эти геополитические термины, весь конфликт, Карабах, а за этим стоят люди конкретные, какие-то судьбы, какие-то трагедии. Если оживить, очеловечить, вот может быть, будем понимать друг друга лучше. Спасибо большое за это время.